Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор от компании Techniverse, имя я Артур Идиатуллин. После неожиданного слава роста числа вакансий в США в августе, когда экономика США прибавила всего 139 тысяч рабочих мест, в сентябрь, вероятно, также окажется ниже тренда с прогнозом в 145 тысяч. Рост на зарплату на целых 0,3% в месячном выражении и безработице на уровне 3,7%. Факторы, указывающие на слабый сентябрь на рынке труда, во-первых, это оценка от частного агентства ATP, который также рассчитывает количество новых рабочих мест за каждый месяц. Четвертые данные показали, что экономика США могла прибавить 135 тысяч рабочих мест, вместо ожидания бы 140 тысяч. Предыдущее значение было пересмотрено вниз до 157 тысяч. Длительный нисходящий тренд в первоначальных пособиях безработицы, что, по сути, благоприятно для рынка труда, так как все больше людей возвращается в строй. Этот тренд стабилизировался, как показывают последние данные, данные за сентябрь. Компоненты занятости в индексе активности, вот ITM, рухнули, особенно тревожным выглядит ситуация в производственном секторе США, что прервало наступление доллара, как можно видеть. Оптимизм потребителей начал постепенно меркнуть, хоть и остается пока еще на достаточно высоком уровне. Среди данных, которые заслуживают нашего внимания, в том числе, исходя из сильной рыночной реакции на них, как вы уже могли догадаться, это индексы активности от ITM, которые вышли на этой неделе по производственному сектору и непроизводственному сектору. Исследуя субкомпонент занятости из-за данного индекса по непроизводственной сфере, можно отметить, что по сравнению с августом значение изменилось на 2,7 пункта вниз до 50,4 пункта, вплотную приблизившись к зоне сжатия. В то же время нисходящий тренд в данном субкомпоненте примерно возник в июле после краткого восстановления. В августе индекс начал снижаться, потом дальше продолжил снижаться. Видно, что напряженность на рынке труда стремительно возрастает. Всего за 2 месяца индекс упал с 56,2 до 50,4 пункта. Напомню, что 50 пунктов – это то значение, которое разделяет зону сжатия и зону экспансии. Стоит также помнить, что в сфере услуг заняты 86% рабочих работников в США. В то же время фондовые индексы сильнее отреагировали на снижение индекса в производственном секторе, ранее на этой неделе, который вышел, так как 68% выручки из индекса S&P 500 дают компании именно производственного сектора, что может быть довольно непривычным, так как большинство ставок, инвестиций как раз-таки направлены на технологические компании либо компании, которые преобладают услуги в их деятельности. Резюмируя, имея мы сейчас классическую ситуацию, плохие новости, есть хорошие новости, так как ухудшение экономических данных толкает ФРС на усиление кредитной экспансии. Относительно сентябрьского отчета по безработице ожидания весьма вероятно заложены даже ниже публичного консенсуса, исходя из рассуждений выше, поэтому в случае совпадения данных с консенсусом или же его превышение, фондовый рынок вероятно отыграет вниз. На сегодня у меня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в понедельник. Продолжение следует...